Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! С вами программа «Бизнес-завтрак». Бизнес и жизнь, основанные о ценностях. С вами Роман Дусенко. Весь год мы старались для того, чтобы поработать и обсудить с разными-разными спикерами тему управления основанного на ценностях. И не просто управление основанным на ценностях, а о том, как собственнику, руководителю разобраться с самим собой, выявить эти ценности, помочь донести их до своей команды, внутри команды их обсудить и начать жить в соответствии с этими ценностями. В продолжении нашей темы и в завершении замечательного года у меня в студии генеральный директор Кемпера Си Евгения Дмитрия. Женя, привет! Привет, Роман! Я вижу, что у нас какой-то тут еще третий участник нашего стола есть. Ну-ка покажи, что за подарок ты сегодня принесла нам в студию. Ну, это же новогодняя практически передача. Мы завершаем этот год! Поэтому следующий год, год крысы или мыши, может быть, его так можно назвать, и я принесла символ этого года для того, чтобы все сложилось самым лучшим образом, исполнились все мечты у всех наших слушателей, у коллектива Радио Медиа Метрикс и у тебя лично. Спасибо тебе большое! Взаимно пусть эта мышь будет хорошим участником всех наших программ. Я, может быть, буду даже брать ее с собой на все наши мероприятия. Евгения, еще раз, вот ты руководитель компании Кемпи России. Я знаю, что компания Кемпи России – это компания, которая продает и обслуживает сварочное оборудование. Прекрасная, умная, красивая девушка и сварочное оборудование. Как это все произошло? Все очень органично произошло. Я же по образованию инженер, и после окончания университета работала в производстве на Чпецком механическом заводе. То есть, теперь я не знаю, что такое сварочное оборудование? Ну, ты понимаешь, подожди, подожди, не так быстро. По образованию у меня технология машиностроения. Работала я на заводе, который занимается изготовлением труб. Это цирконевых труб, это немножечко другое. Это атомная промышленность. А, атомная промышленность, цирконевые трубы для атомных реакторов, как в России, так и за рубежом. И, ну, понимаешь, когда ты инженер, ты легко можешь освоить любую сферу. Что касается прокатки труб, или касается сварки, или любых. Вот у меня была еще одна тема. Слышишь, я вот открываю Инстаграм, вижу девочек, которые красивые такие, которые ходят. Я думаю, где же там они инженеры? Ведь у них тоже есть высшее образование. И вот все-таки как, может быть, что-то изменилось в жизни? Может, не все теперь инженеры могут разобраться в большинстве? Или все по-прежнему? Слушай, я не буду за всех, я про себя. Слушай, я могу. Но мне еще помогает то, что я такой левополушарный человек. То есть, это аналитик и так далее. А вот, слушай, недавно мне такой прислали тест. Я всегда подозревала, что я именно такой. Не отбившу. Да, ну вот слегка. Да, то есть, увидишь такая творческая. Зато, с другой стороны, такая творческая составляющая, вот это вот искусство и все прочее, оно немножечко от меня далеко. А прокатить же можно? Ну, наверное. Был у вас Никита Лебехин, она сказала, что можно развивать все стороны. Да, но вот это сильно влияет. Окей, инженер. Да. Вот можно задать вопрос, а мама твоя, когда тебя отправляла учиться в институт, она хотела, чтобы ты была инженером? Она вообще не знала, конечно, кем я стану. И семья у нас больше имеет отношение к медицине. Врачи, да? Да, папа у меня очень замечательный врач, заслуженный врач Удмуртской республики. Мама всю жизнь проработала в медицине. И все друзья, и в школе учителя все думали, что я продолжу семейное дело и тоже пойду куда-нибудь в медицинский институт. Ну, понимаешь, лихие 90-е показали, что в медицине было очень тяжело и практически там не платили денег. Да, это да. И вот исключительно из меркантильных соображений я решила стать инженером. Окей. Атомная промышленность, и вот, я так понимаю, это было несколько каких-то итераций, прежде чем ты попала в компанию Кемпель. Ну да, после того, как я поработала 5 лет на Чпецком механическом заводе, я уехала в Москву. И в Москве уже в нескольких компаниях иностранных, которые занимаются крупным иностранным оборудованием, я тоже весьма успешно себя реализовала. Почему я так долго подхожу к теме? Есть две задачи. Первая – разговаривать с тебя немножко, да? А вторая, все-таки, тема наша очень простая же, она про ценности. Да. И вот когда ты говорила о том, что ты пришла на собеседование, и вот мне интересно, с тобой собеседование проводили представители финской стороны или российские люди? На тот момент директором компании Кемпи в России был Финн. Финн. И он проводил со мной собеседование. Помнишь ли ты собеседование? Да, конечно. Помнишь? Были ли вопросы, связанные с ценностями? Почувствовать твое отношение к тому. Ведь особенно для западных компаний, особенно для тех, которые там не один год, а я только понимаю, Кемпи вообще сколько? Уже больше ста лет, да? 70 в этом году. Нет, нет, вообще, вообще, самой Кемпи. Вот 70 лет в этом году, да. И они уже сразу были в России представлены. А в России они представлены более 30 лет, с конца 80-х. А, понятно, 70 лет. То есть это компания с историей. Да, конечно. И в этой компании с историей семейные традиции, они очень важны. Вот эти какие-то ключевые, знаешь, вот которые на кончиках пальцев отношения между людьми, отношения к клиенту, отношения к своей продукции. Вот как они тебя проверили на то, что ты совпадаешь с этим? Ну, ты знаешь, в компании Кемпи всегда основная ценность, одна из главных – это люди, это отношения с людьми. И это то, что у меня хорошо получается. И, наверное, это как-то считывается. И я не припомню, чтобы меня как-то в лоб спросили на собеседование, какие твои ценности. Но в процессе общения, видимо, было понятно, что находить общий язык – это важно. Делать так, чтобы людям помогать решать какие-то проблемы – это вот у меня встроенная функция, так скажем. Вот, ты знаешь, мы сидим сейчас здесь с тобой, а я испытываю невероятный интерес от нашей беседы. Сейчас объясню, почему. Почему? Вы – иностранная компания, которая принесла с собой свою культуру. И ты, как проводник этой культуры, вот мне очень важно, как вот этот мостик продолжает жить в России. Потому что, знаешь, в российских компаниях во многих, когда мы говорим даже о ценностях, может быть, ты даже и видела, ты приходишь, а вот ценности, они вывешены на стенах. Вот ты поворачиваешь голову и понимаешь, что они так и на стенах, не в поведении людей, не в их состоянии. Вот что для тебя явилось вот этим форматом создания своей команды и вот этим цементом вокруг этих ценностей? Вот с чего ты начала строить команду и вокруг чего? Ещё одна ключевая ценность компании Кемпи – это эффективность. И это тоже очень органично со мной, потому что я стараюсь сделать так, чтобы мы работали на 100% эффективно. Поэтому моя задача была поднять эту эффективность в команде, создать такой коллектив, который будет действительно выкладываться на 100%, и таким образом мы сможем сделать очень большой рывок. Ты знаешь, когда я начинал свою карьеру консультанта, там 10 лет назад, и 5 лет проводил тренинги, я говорил, так, друзья, вот представьте, что вы пришли в 3D-фильм, вот ты понимаешь, да, вам дают очки. Вот вы сейчас выходите с моего тренинга, одеваете на себя очки, и вы видите в них 100% эффективность. То есть, вы посмотрели на действие, и оно у вас уже… То есть, если вы делаете его ниже, оно вам не даёт… То есть, вы должны видеть любые действия со 100% эффективностью. Они меня потом спрашивали, слушай, а как это вообще видеть со 100% эффективностью? Как тебе удавалось? Значит, два комментария сразу. Первое. Меня тоже спрашивают, я иногда веду свои мастер-классы по команде, меня спрашивают, Евгения, а как люди в вашей компании, вот как вы боретесь с тем, что они зависают в соцсетях? Я говорю, в соцсетях, извините, у них нет на это времени, им нужно сделать много задач, очень много задач, и желательно уйти вовремя домой, и выходные, и вечера провести с семьёй. И это очень ценно для людей, поверьте. И поэтому никто не зависает в соцсетях. Доступ у людей есть? Доступ есть, да ради бога, конечно. То есть, ваши безопасники не следят в компьютерах, чтобы там… Нет, нет, и более того, мы используем соцсети в том числе и для бизнеса, конечно же. Но я хочу сказать следующее, что когда мы маленькая команда, что такое эффективность, возвращаясь к этому, маленькая команда, у нас всего 17 человек, мы управляем всем бизнесом в России, и, наоборот, у нас 1 миллиард рублей. Вот посмотри, соотнеси эффективность, мы можем выразить её и через деньги в том числе. Какова производительность труда на одного человека? Очень выработка. У нас очень высокая. А насколько сложившийся уже коллектив? У нас текучка очень низкая. По доброй воле никто из компаний Кемпи не уходит. А приходят? Приходят. Какие последние руководители направления вы себе пригласили? Каких людей? Буквально недавно в нашей команде появилось два прекрасных руководительных направления. Один по средствам индивидуальной защиты мы развиваем новое направление. Это очень важно в сфере… Тоже в рамках Кемпи? Ну, конечно, потому что это безопасность сварщиков. Чем мы дышим, сварка – это не такое безвредное, честно говоря, занятие, поэтому нужно сварщиков очень хорошо защищать, у нас появляется новое направление. И пришёл замечательный человек на это направление. Я вижу, что очень перспективный. Посмотрим, пока он недавно работает. Привет вам. Да, что-то… Желаем пройти испытательный срок. Хорошее пожелание. Но я вижу, что потенциал очень высокий. И второй? И второй возглавляет наше дилерское направление. Усиливаем, мы будем развивать в регионах в дальних, подальше от Москвы, потому что в центральной части, северо-западной, южно-федерального округа. Там, в общем, практически монополия. Я видел твоих дилеров, а это прекрасные, интересные, интеллектуальные люди. И вот я тоже им желаю успеха, потому что именно взаимодействие их с вами, возможность, опять же, нести ценности компании, которые ты представляешь, туда дальше, в регионы. Ведь, что важно, может быть, у нас не принято рекламировать, но все же, ты заходишь, например, в Макдональдс, в каком бы городе, в какой бы стране мира ты ни зашел, ты чувствуешь ценности этой компании. Скорость, качество, вкус и низкая цена. При всём при этом, то же самое, оно и везде идёт. Но, знаешь, удивительно, ты когда говорила про средства защиты, для мальчишек, я, к счастью, был в том возрасте, когда мы росли на улицах, сварка – это было стёклышко. Из вот этой маски сварщика, когда ты мог смотреть на солнечное затмение или что-то ещё. Вот, конечно, сварка – это что-то такое, особенно вот этот горящий огонёк, для мальчишек это было магически. Скажи, пожалуйста, настолько ли вы любите вот этот вот сам процесс, вот эту магию, которая действительно происходит? Ведь сварка – это не сам по себе, сварка – это решение какой-то задачи, да, создание какого-то изделия. Ведь люди не покупают сварочный аппарат, потому что он им нужен. Им нужно создать, решить какую-то задачу. Вот как вы позиционируете, что вы говорите вообще в целом своей команде, когда вы говорите, что такое кемпи вообще? Ну, кемпи – это прежде всего высокотехнологичное инновационное решение. Поэтому и применяется это оборудование там, где требования к качеству сварного соединения очень высокие. Это и атомная промышленность, и нефтепроводы, газопроводы. То есть, везде, где цена ошибки или цена сварочного дефекта какого-либо, это может быть катастрофа, даже с человеческими жертвами. Это серьёзная вещь. Поэтому в основном наше оборудование, оно не дешёвое, и оно применяется для решения сложных высокотехнологичных задач. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты ведёшь мастер-классы по командам. Расскажи, какая структура этого мастер-класса, какие зоны ты охватываешь, чтобы мы могли что-нибудь спросить из этих важных моментов? Ты знаешь, я сейчас занимаюсь поддержкой женского предпринимательства. Это часть федеральной программы. И моя тема, вообще вся программа – это как, знаешь, такой мини-МБА для женщин-предпринимательниц. Поэтому моя задача за один день пройти весь цикл управления персоналом от найма, приёма на работу, закрепления и увольнения. Давай про корп-культуру. Самая моя любимая тема. Если бы ты характеризовала свою корпоративную культуру, то какая бы она была? Или как бы её, может быть, сказали бы те люди, которые работают с тобой? Ну, ты знаешь, у нас она уже определена и сложилась. И действительно, ты правильно сразу задал вопрос, насколько мои ценности попадают в эту корп-культуру. Оно всё органично, поэтому оно и транслируется, знаешь, не лозунгами на стене, а ежедневно. Но они формализованы ценности сегодня. Они формализованы ценности. То есть, это первое – люди. Люди, эффективность, честность и решительность. Ух ты! Честность – это вообще финская национальная фишка. Ну, даже фишка, наверное, плохое слово для этого. Нормально. Понятно. Ну, потому что они это воспитывают с детства в своих детях. Это выражается в том, что коррумпированность Финляндии самая низкая во всём мире. Я тебе приведу другой пример. Мы когда внедряли ценности в одной компании, там тоже выбрали ценность, честность. И мы когда начали разговаривать с людьми, я говорю, вот ценность, честность. Я говорю, слушайте, ну вот смотрите, вот пример вам. Вот у нас-то здесь лампа лежит, она очень хорошо показывает. Может быть, ты в детстве тоже иногда делала такое? Я иногда, когда мне надо было что-то сделать, я брал один листочек, второй на просвет, там обводил. Да-да-да-да. Но мы с тобой ещё те эти, как называют? Динозавры. Так вот, а иногда нужно будет срочно, например, сделать акт или договор, а живой подписи клиента нет. На окно и в бухгалтерию. Так так же, это же быстро, это же безопасно. Мы говорим, а если у нас теперь ценность, честность, то это вообще возможно? И тогда люди начинают задумываться. И на самом деле появляются очень простые примеры, которые показывают, что вообще можно, а что нельзя. А ведь ценности, это на самом деле, это поведение. Вот расскажи мне, может быть, два слова про основателей, кто заложил эти ценности в компании, и как они поддерживаются, кем вот сегодня вообще? История семьи, может быть, как-то основателей? Да, всё началось давно, ещё 70 лет назад. Братья Кемпи основали такую небольшую компанию, которая занималась тогда даже ещё не сварочным оборудованием, а это были послевоенные годы, и они занимались всем, что нужно в хозяйстве. Там разные тележки, бетономешалки. И вот для изготовления таких хозяйственных, можно сказать, предметов им нужна была сварка самим. И они этот, поэтому для собственных нужд этот сварочный аппарат какой-то такой самый простой придумали, можно сказать, на коленке. И стали им вот в своём производстве пользоваться. Это увидели соседи, сказали, я тоже хочу такой. И дальше, дальше по сарафанному радио, в конце концов, они забросили свои какие-то тележки и бетономешалки, а начали заниматься производством сварочного оборудования. И вот с такого гаражного производства сейчас прошла трансформация в большой, огромный завод, такой лучший измерий оснащённый. Я не знаю, закрытая информация или открытая, а вот настоящие потомки, основатели, они до сих пор в управлении компанией? Конечно, третье поколение, семьи Кемпи. И им принадлежит доля управляющая. И они, мало того, они активны в управлении. Сейчас это Тереза Кемпи-Вассама, председатель Совета директоров, и её брат Анти Кемпи. Они очень активны в управлении, они возглавляют компанию, и они же являются и акционерами. А вот из последних заявлений современных руководителей, прослеживаются ли ценности в том, что они говорят? Ну, конечно. Это вот про людей мы уже говорили, и можем повторить ещё раз. Бизнес – это между людьми. И наша задача сделать так, чтобы решить все вопросы максимально эффективно и помочь в этом. Тогда вопрос, какова роль руководителей высшего звена для того, чтобы в компании ценности стали неотъемлемой частью жизни коллектива? Ты понимаешь, у нас есть ещё одно хорошее высказывание в управленческом именно таком сегменте – leading by example. То есть управляя своим собственным примером. Поэтому своим отношением, своим поведением, своими действиями, своими презентациями, своим участием в тех совещаниях, которых мы проводим вместе, они задают тот уровень и те ценности, и как они реализованы, и как они должны быть дальше. И они спускаются ниже и ниже. Ты просто берёшь, и ты знаешь, это вот как с детьми. Дети всё равно копируют родителей неосознанно, их поведение. И здесь ровно то же самое. Мы кто-то осознанно, кто-то, может быть, неосознанно, но подстраивается под это дело и тоже в себя берёт и дальше транслирует. Про детей – это вообще отдельная тема. Я, кстати, недавно был очень удивлён. Мы как-то с сыном очень откровенно поговорили, и его взгляд на нашу семью, он кардинально отличается от тем, что мы с женой думаем об этом. Нам пришлось так серьёзно скорректировать кое-какие моменты. Так что коллеге иногда стоит об этом спросить. И всё же ты находишься в таком интересном положении. Есть головной офис, там есть задающие ценности вещи ты и страна. Ты на себе ощущаешь влияние ценностей руководства? Насколько они с тобой, общаясь, транслируют тебе это? Конечно. Конечно, именно поэтому я здесь работаю, потому что мне это очень органично и очень комфортно. И эти ценности, ценности компании с моими личными ценностями очень здорово перекликаются. Поэтому здесь вот прям всё здорово. Окей, а вот leading by example – это просто слова или у вас, я уверен, наверное, я не знаю, я сейчас спрошу сначала, да, может быть тоже есть какая-то система оценки друг друга, там годовая или какая-то, KPI или 360. Есть ли какой-то элемент, который оценивает, в соответствии с ценностями ты вообще живёшь, управляешь ли ты этими процессами и является ли это каким-то моментом, который определяет твой и доход в том числе? Ну, ты знаешь, в моих KPI нет таких общих понятий, там всё очень чётко, там всё цифры, продажи, доходы, маржа, дебиторка, выполнение разных показателей по каналам продаж, по продукции и так далее, там разная такая система. Вот, поэтому эти ценности, они, наверное, знаешь, как встроенная функция, потому что если человек не в ладу с этими ценностями, то либо он уходит потом сам, ему что-то как-то не нравится, ну, либо с ним как-то, они прощаются. Женя, а были такие случаи в твоей карьере, ну, не обязательно, может быть, в Кенте, или вообще, когда вы расставали с людьми, когда они совпадают с ценностями? Были. Вот без фамилии, без имён, вот как это возникло, и что появилась причина, и как вы расставались, и понял ли человек? Ну, ты знаешь, это такой очень тонкий момент, потому что можно быть очень крутым профессионалом, но при этом вот не разделять, например, эту ценность, что отношения – это важно, что люди – это важно, и это начинает давать сбой, то есть на одном профессионализме далеко не уедешь, должна быть вот эта вот ещё часть, которую мы называем ценностями, поэтому происходит всё равно, вот сложно так работать, и либо человек сам уходит, либо с ним расстаёшься. Вот я являюсь апологетом понятия управления по ценностям в российских компаниях, и мне часто критикуют, ну, неужели мы должны будем расстаться с профессионалом, который лучше всех продаёт, но не разделяет ценности в нашей компании? Я говорю, что, вы знаете, как бы это грустно ни было сказано, что если вы, как руководитель, провели красную черту, что вот дальше мы живём по ценностям, а это, например, уважение, честность, люди, эффективность, если нет, то рано или поздно этот человек сам поймёт, что он здесь неэффективен. Ну, ты знаешь, наверное, каждый руководитель сам определяет для себя и взвешивает степень риска, степень пользы от того, что в его команде такой человек, и, может быть, его устраивает такое дело, потому что я знаю, что есть такие так называемые звёзды с большой короной на голове, которые позволяют себе там наплевательски как-то относиться к окружающим и требуют к себе каких-то исключительных таких вот элементов, знаков уважения. Я, конечно, против этого, мне больше нравится, когда всё-таки всё органично, и лояльность, то бишь, ценности эти, и результативность, потому что, с моей точки зрения, вот мы к вопросу эффективности, если опять подойдём, эффективный сотрудник – это высокопрофессиональный сотрудник, умноженный на вот комплекс всех этих ценностей, лояльности, можно назвать там, не знаю, высокий эмоциональный интеллект, как угодно, там много разных таких можно дать определений. То есть, это как два крыла, без которых… Вы как-то меряете лояльность и вовлечённость у себя в компании? У нас проходит ежегодный опрос оценки степени удовлетворённости персонала. Вот если динамику посмотреть его, каково? У нас стабильно высокие оценки всегда, самые высокие результаты именно в Кемпе России, и меня даже, мои финские коллеги спрашивают, Евгения, что ты с ними делаешь? Почему у тебя всегда такие высокие результаты, у тебя выше лояльность даже, чем, например, в Финляндии, хотя мы, собственно говоря, тут самое главное, по большому счёту. Слушай, но у меня тогда вопрос, что ты с ними делаешь? Давай вот сейчас. Нашу программу смотрят по всей России. И в крупных городах, и, наверное, во всём мире, где по-русски могут понимать. Вот небольшая компания в каком-нибудь провинциальном городе. Я, к счастью, имею возможность видеть, как живут регионы, и могу тебе сказать, что они, к сожалению, лишены внимания. Вот недавно был форум в Ярославле «Бизнес в прибыль», и коллеги, предприниматели задавали простые вопросы, казалось бы, на которые настолько уже полно ответов, а для них это важно. Видимо, не все каналы коммуникации работают. Ты говоришь, тем более, что ты ведёшь мини-МБА для ожечья. Вот давай по шагам. Сколько ты шагов нам предложишь, как руководителю создать эффективную команду? Погнали. Ну, маленький комментарий. Я сейчас хочу сказать, что в регионах не так всё плохо уже, ситуация начинает меняться. Да, но. Да, но, тем не менее, никогда много не будет, лишнего не будет это сказать. Ну, смотри, для меня первое, что важно, всё-таки начать с таких банальных, может быть, вещей, орг-вопросов. То есть, должна быть и орг-структура правильно выстроена, и люди на своих местах определены, кто за что отвечает. Это основа… Тогда чуть-чуть выше зайдём. Должны быть понимание бизнес-процессов, которые выкладываются в структуру, и мы тогда сформируем требования для каждой должности. Конечно. Ну, если начать ещё выше, то всё-таки должна быть какая-то цель. Цель. У собственника компании он должен понимать, что он хочет получить на выходе лет через 15, например, и разложить это через 10, через 5, а потом ещё пошагово год, 2-3. И понимать, какие ему нужны ресурсы для того, чтобы к этой цели, которая на 15 лет он себе поставил, прийти. Окей. И потом уже мы её раскладываем. Да, нам нужна такая-то структура, нам нужны какие-то люди, и, может быть, на начальном этапе мы не закроем всю эту структуру. И не нужно. И не нужно, да. Ты не будешь, пока у тебя ещё только-только бизнес начинается, брать директора по производству, директора по качеству, директора по персоналу. Но надо понимать, что эти всё равно функции кто-то должен решать. Окей, структура. Структура, люди. Найм, да, получается? Найм. Как проводить собеседы? Как выявлять людей? Общаться нужно, понимаешь, и не только, наверное, на профессиональные темы. Потому что, как моё стойкое убеждение, что профессионализм – это хорошо, но для этого нам ещё надо, чтобы люди были созвучны нашим ценностям. Какие вопросы ты задаёшь на собеседах? Я много разных задаю вопросов, но в основном такие, скажем, вопросы более, которые позволяют зайти поглубже. Но ты мучаешься на собеседах? Да я не мучаю, просто общаемся. То есть, мы решили, например, все вопросы, связанные с профессиональной областью, и дальше я задаю вопросы такие. Ну, например, три ваших достижения. Причём человек, он сам решает, о чём ему поговорить, про достижения в работе или в личной жизни, или он расскажет, что он залез на гору Килиманджаро, например. Для меня это тоже серьёзно. Открутить обратно можно будет много об этом человеке. Конечно, вот именно, да. А можно спросить, а что вам помогло, и дальше мы там как-то эту тему развиваем. На самом деле, это такой достаточно типовой вопрос, вроде бы. Важный вопрос, коллеги. Когда вы проводите собеседную, не просто говорите о продажах или о производстве, спрашивайте о жизни, об отношениях людей к таким волнующим, казалось бы, всех остальных вопросам. Я задаю вопросы о ваших каких-то неудачах. Об этом, конечно, люди редко говорят или выдают какие-то заготовленные истории. Но если человек попадётся искренне, а искренность я люблю, то на эту тему тоже можно поговорить. И ты знаешь, чтобы их вдохновить на то, чтобы они какие-то такие сделали, может быть, признания, я свои рассказываю. То есть, ты не стесняешься на собеседнике, рассказываешь о своих. Конечно, от меня бывали тоже, да. И они такие уже, можно сказать, официально вообще признанные, поэтому я рассказываю, что вот был такой-такой пример. Вот расскажите, было ли у вас в жизни там какие-то аналогичные ситуации, как вариант. Дальше ещё мне, ну если вот обстановка складывается, что мы можем поговорить так глубоко, я могу спросить. Если есть у человека семья, если есть у него дети, то как он воспитывает детей, какие у него вот эти ценности, которые он хочет передать своим детям, и как он это делает. Это тоже очень большая такая тема для разговора. Это не просто большая тема, это вообще огромная тема. Да, и вот по таким вот моментам складывается уже какой-то портрет. Ок, поговорили, дальше, шаг 3. Да, взяли на работу профессионального, адекватного, с нужными нам ценностями человека, дальше нам его быстро нужно ввести в курс дела, желательно, чтобы была какая-то готовая инструкция. Можно видеоинструкцию сейчас делать, самому написать, записать её, дать. То есть, что нужно человеку делать, чтобы он максимально быстро стал, чтобы он максимально быстро, да. Да, и желательно ещё даже иметь у себя в компании описание всех бизнес-процессов, но в очень наглядной, простой форме, вообще желательно, в виде картинки, чтобы он понимал, по какому вопросу, куда, чего ему бежать и как это. Вот я сейчас, на самом деле, нахожусь на этом этапе, я стараюсь себе вот это вот регламентировать. Да, потому что у меня очень много разных регламентов, а я хочу сделать, чтобы всё было наглядно. Картинка очень наглядная, коэкзем тебе в помощь. Да, да. Так что вот я этим сейчас занимаюсь. И дальше нам нужно человеку поставить цели, задачи, с ним спланировать его работу, какие ему нужны ресурсы и что ещё? Определить его KPI, собственно. Ключевые показатели эффективности. На этом работа с командой закончилась? Ну нет, конечно. А что дальше? Через какое-то время, допустим, через полгода мы снова встречаемся и опять же разговариваем, что сделаем, что будет делать. А за полгода надо с ним встречаться? Ну, безусловно. Вообще желательно встретиться ещё, если вот только мы говорим о новом сотруднике, то где-то через месяц и посмотреть, что у него получилось, что не получилось, хватает ресурсов, не хватает, какие впечатления, как вообще идёт работа, обязательно. Ну и, в принципе, у нас же испытательный срок, в принципе, существует. Это тоже важно. Это тоже важно, да. А вот как ты считаешь, насколько полезно бывает прикрепить какого-то более опытного сотрудника? Наставника. Вот это прямо очень хорошая тема, которая у нас была всегда в советское время. И сейчас, ты не поверишь, я ровно так и сделала, когда вот ко мне пришли два новых человека, они каждый получили своего собственного наставника. Класс. Вот такой, на первоначальный период. Окей, значит, шаг 5 – это испытательный срок. Да. Бывает такое, что люди не проходят? У меня не было. Ну а вообще, ты говоришь, ты же с девочками встречаешься, но не у всех же, во всей стране люди все проходят. Как правильно уволить человека, не обидев, а расстаться, но по-доброму как бы? Да, это, конечно, тоже очень тонкий момент и очень важный. Понимаешь, увольнение, с моей точки зрения, тоже должно быть честным и обоснованным. Поэтому нам нужны те цели и задачи, которые мы ставим сотруднику, и если мы видим, что они объективно не выполнены, мы его приглашаем и говорим, вот смотри, вот твои были задачи, вот сейчас мы сюда не пришли. Только, а помогая ему там, но если видим, что динамика не нужна. Конечно, и мы его предупреждаем, что если мы всё-таки сюда не придём, куда нам нужно прийти, то нам придётся расстаться. А бывает такое, что человек сам говорит, вы знаете, я поработал, понял, что вот мне здесь не нравится, хочу уйти. Как ты думаешь? Ну, конечно, бывает. Как надо относиться? Нормально, отпустить спокойно и ради бога, конечно. А зачем? Всё должно быть по любви. То есть ведь на самом деле, как часто показывают люди, уходящие из компании, они могут, а, вернуться, б, они могут кого-то порекомендовать, а если он уходит с негативом, он очень много, скажем так, может негатива унести. Конечно, нам нужно этот негатив вообще минимизировать, и желательно, даже если расстаёшься с человеком, то всё-таки расставаться по-доброму и найти в себе силы и возможность его поблагодарить, потому что точно есть за что, что-нибудь найдётся, в любом случае за что поблагодарить. Окей, шаг 6. Испытательный срок закончен, вот уже всё, они уже работают. Что с ними делать дальше, чтобы это стало командой? Для меня очень важно, чтобы люди работали самостоятельно и ответственно. Поэтому я, по сути дела, им сразу об этом объявляю и говорю, что у тебя есть вот такая-то ответственность, ты имеешь какие-то полномочия принимать какие-то решения. Опять же, чтобы по пустякам, по каким-то мелочам тебя не отвлекали, не дёргали от решения важных стратегических задач. И это тоже своего рода испытание, как человек пройдёт, как он будет справляться с теми вопросами, которые у него появятся. Будет ли он действительно самостоятельно и ответственно к этому относиться и их решать, и брать на себя такую ответственность или нет. Вот мне удалось скомплектовать такую команду, которая действительно и высокие профессионалы, и очень ответственные, и очень самостоятельные. Знаешь, очень похоже на прототип, вот сегодня мы говорим много о разных типах организаций. И вот самоуправляемая организация… Да, но Березову это, конечно, далеко, всё-таки у вас иерархия, и ты руководитель, и, безусловно, ты являешься тем человеком, который всё определяет, подписывает и так далее. Но при очень высокой степени ответственности и делегировании руководитель может практически делегировать всё, кроме самых важных стратегических задач. И тогда действительно команда начинает жить самоуправляемой стил. Возможно, и как раз, знаешь, очень интересно, что даже не про Березову организацию, но когда именно команда проводит собеседования финальные и принимает решение по человеку, брать его или нет, берёт его на поруки, как, помнишь, раньше было, да, предлагает варианты мотивации или даже, наоборот, выступает с инициативой поднять кому-то зарплату. Вот что-то подобное встречается в вашем коллективе? Да, у нас, конечно, есть. И практически я так все вопросы, ну вот любые, даже самые интересные, которые, казалось бы, хочется самой решить, я их тоже стараюсь делегировать. Ну, ты понимаешь, я вот хочу сказать, что, наверное, в России всё-таки сказать, что у нас тотально скоро будет будущее таких вот самоорганизованных компаний, и тем более бирюзовых, это, наверное, вряд ли, потому что всё равно, мне кажется, руководитель, он должен помимо того, что решать стратегические какие-то задачи, он ещё должен энергию давать. Если он не будет выливать вот эту вот свою какую-то энергию в коллектив и в бизнес, то оно всё так вот может идти ровненько, гладенько какое-то время, потом… Ну, наверное, это может быть отчасти связано с историей, да, вот всё-таки мы там прожили много лет под татаро-монголским иго, и вот что у нас там должен быть некогда, там, князья и так далее, там, царь, там, ну, всё остальное. Но это пусть останется в истории. Мне кажется, каждая организация имеет право создать ту структуру управления, которая максимально эффективна, конкретно для этой компании. И если ты делегировала всё и приходишь на работу только условно для того, чтобы их морально поддержать, а процесс идёт, и им нужно твоё мнение только по самым важным, там, действительно глобальным вопросам, то мне кажется, это как раз прекрасно, когда у тебя есть возможность подумать и о корпоративной культуре, и о стратегии в целом, и заняться какими-то такими вещами, на которые у большинства руководителей просто физически не хватает времени. Время нашей программы колоссально быстро проскочило, и ты даже не поверишь, что у нас осталось две минуты. Даже не верится. Что бы ты, как секреты своей успешной действия, как генерального директора, могла бы поделиться не только с девушками, директорами или предпринимателями, но и с мужчинами, такими, знаешь, там, унисекс-рецепты управления в России? Ну, мне кажется, что действительно очень важно, во-первых, хвалить людей, делегировать и давать им такие вкусные, интересные задачи, потому что это очень хорошая школа для сотрудников, это вот не надо посылать куда-то на MBA и так далее, они за счёт того, что решают сложные задачи, очень здорово сами развиваются, поэтому поощрять это всячески. И создавать у себя такие команды самостоятельных, ответственных сотрудников вам будет с ними очень легко. И, конечно, честность – это всё-таки вот тоже тот инструмент, который помогает максимально быстро прийти в ту точку, в которую надо, чтобы не ходить вокруг да около, а вот прямо сказать, как оно есть. Ну и действовать решительно. Круто. Вот, знаешь, сейчас решительно запишу, сегодня чудесное время. Мало того, что оно чудесное, что скоро Рождество католическое, да, это тоже как большой праздник там, ну, у нас бы тоже было Рождество в этот день, просто мы на 13 дней съехали во время Левской революции, и наше Рождество было бы то же самое здесь. Новый год, когда ставят планы, идеи. Вот самую главную, важную цель для себя, как гениального директора, на 20-й год. Говори, а мы потом через год спросим, получилось у тебя достичь или нет. У меня уже поставлены все задачи от моего высшего руководства, и я хочу себе пожелать и своей команде пожелать выполнить все эти амбициозные задачи. Вот это будет очень круто. Супер. Но назови какую-нибудь самую главную. Ну, пусть это будет коммерческая тайна. Ну, ладно, хорошо. Коллеги, это было прекрасное завершение 2019 года. Мы идем с уверенностью в 2020 год, и я вам обещаю, что в следующем году в нашей студии будут не менее интересные спикеры, и мы продолжим изучение темы развития, трансформации корпоративных культур, управления на основе ценностей, создания команд, и самое главное, понимание человеком, а руководителя, в прежде всего, человек самого себя, для того, чтобы быть успешным руководителем. Желаем вам всего самого лучшего, успехов в бизнесе и достижения самых заветных целей. Спасибо большое, Евгения, большое тебе спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом, всех благ. С наступающим. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова